Моё уважение, господа, жизнь и страдания господина Бранта, выбор сделан. Мы безудельные, мы примкнули к отряду под главенствованием Софочки и, по всей видимости, обратной дороги нет. Мы больше не вернёмся в университет, мы больше не вернёмся домой. От меня отказалась собственная семья, сказала, что денег мне больше не дадут. Мне нужно каким-то чудеснейшим образом, наверное, игра начнёт меня сейчас поворачивать в сторону судьи. Или кем я должен здесь стать? Или мы вообще никаким образом теперь не будем связаны с судьёй? Теперь мы, скорее всего, будем участвовать в тех событиях, которые приносили на судейский стол. Наверное, это так работает, мы теперь с другой стороны. Мы мятежники. Безудельные. Ты в последний раз оглядываешь свою комнату в гостинице. Столько книг ты проштудировал за этим столом. Сколько снов о своём будущем видел на этой кровати. Ты спускаешься со всеми своими пожитками, от ранее подобострастной улыбки хозяина гостиницы не остаётся и следа. Он нехотя бросает перед тобой остатки денег за проживание и отворачивается. Он пони... Они все знают. Я предал свой удел, вы хотите сказать, или что? Я живу по уделу. Я просто отказался его менять. Не этому ли учат близнецы, о чём вы говорите? Возможно, в Этернии наоборот, в людей верят, да, так скажем? Как людей расстроило, что я взял и поменял свои какие-то намерения относительно изменения у дела. Я отдал бразды правления вожжи своему старшему брату. У него явно больше шансов приобрести для нашей семьи приставочку L и занести нашу фамилию в синюю книгу, чем у меня. Нахрена мне распинаться? Ну, пыжиться-то зачем? Родился... Родился убогим-убогим и помру. Теперь ты лишён всякого удела. Ты свободен, но не знаешь, что ждёт тебя завтра. Ты отринял то, что было тебе предназначено. Нет, подожди. Предназначено. Не предназначено это было. Я отринул то, что не является изначально моим. Я просто отказался этого добиваться. Ради чего? Это ещё только предстоит выяснить. Больше семья Бранта не будет тебя содержать. Но тебе нужно остаться в столице. Вместе с безудельными. И где-то жить. И ты идёшь за помощью к Софье. Мы не будем судьёй. Мы не будем учиться. Я думал, мы будем продолжать учиться в институте, чтобы потом под прикрытием работает на судью. Здесь вообще другая ветка событий. Софочка. Дворянский хор. Дворянских хором предложить тебе не могу. Но мы обустроили себе подвал в заброшенном доме. Это у порта на берегу Реглаты. Там много. Там можно жить. Комната в доме одна. Комната в доме одна. И тебе нужно будет принести свою подстилку. Но там тепло, чисто, есть еда и место для вещей. Ты будешь в безопасности. Есть ощущение, что очень похоже на Дивергент. И я как будто бы сейчас только-только поступил к бесстрашным. Если читали книгу Дивергент или смотрели фильм, вы понимаете, о чём я. Спартанских условий. Мне меня не напугать этим. Безудельные. Даже звучит как-то. Ходить по столице пешком после карет не так уж плохо. Тебе всё ещё непривычны ветра из бухты, но они позволяют пережить зной. Впрочем, ты родился и вырос в Анизотте, на самом юге страны. Столичные жители понятия не имеют, что такое настоящая жара. Я готов ко всему. Я истинный, безудельный на самом-то деле. Они просто не поняли, с кем связались. Сколько раз в жаркие дни вы сидели с отцом в саду. И он беседовал с тобой об уделах и о том, что ждало тебя в столице. Тогда он смотрел на тебя с такой гордостью. Отец никогда не сомневался, что ты пойдёшь по его стопам. Пары фетра прорывает тебя из воспоминаний. Вырывает. Тебя ждёт новая судьба. Та, которую ты выбрал для себя самостоятельно. Перестань уже горевать по дням минувшим, Курощук. Мы с тобой сделали выбор. Перестань. Интересно, можно будет в дом вернуться? Я не знаю, там украдкой хотя бы с Глорией поговорить. Дом, в котором живут безудельные, находится неподалёку от порта. Ты находишь неприметный вход в подвал. Внутри одна огромная комната, в которой лежат подстилки и чьи-то вещички. Ты находишь себе место в одном из углов, обустраиваешь лежанку, кладёшь свои вещички в изголовье и оглядываешься. Это вообще другой путь. Всё новое. Всё. Абсолютно. Я сегодня должен был, по-моему, на бал идти, если я не ошибаюсь. После того, как мы с нашим другом Томасом обмениваемся кольцами, там, по-моему, событие. То ли какое-то светское общество нас приглашало в гости, то ли там бал был, на котором мы ещё и эту Октавию Меланит видели. Там же был и Дори Оттон, кстати, который как раз с нашим Томасом поругался. Это же было всё тогда, в тот момент. А сейчас чего? Никаких баллов, никаких... Никакого шампанского. Только холодный подвал. В доме пара человек. Ты знакомишься с ними, тебе показывают небольшую кухню и комнату с печью и несколькими ведрами воды. Воду нужно набирать в реке. Ты спрашиваешь, как давно они тут живут. Тебе рассказывают, что дом обустроили примерно 8 месяцев назад, когда безудельных было всего 10 человек. Почти все были в той или иной причине бездомными. Кого выгнала семья, кто вылетел из университета, военной академии или духовной семинарии. Реально, это даже не путь. Это не бесстрашный из дивергентов. Это... Как назывались те, кто не смог принадлежать никакой фракции? Тогда Софья распорядилась найти место, где все могли жить. В подвале они спят. Наверху проводят собрание. В книге «Дивергент» и в фильме дивергентами считались те, кто принадлежит сразу всем фракциям. То есть в крови и ДНК человеке обнаруживались характеристики, которые подвластны всем четырем фракциям. Точнее, всем пяти фракциям. А были еще те, кто не смог ни к одной фракции примкнуть, потому что в их крови не обнаружилось ни одного доминантного, так скажем, ни одной доминантной характеристики. Это очень сильно похожий проект на... Дивергент. Софья заботливая, задумчиво произносишь ты. Твой собеседник кивает. Заботливая, но требует беспрекословного исполнения всех своих приказов и очень скрытная. Никто так и не знает, где она живет. Она сама появляется, когда ей нужно. Ишь ты. Знакомясь с соседями, ты лучше узнаешь безудельно. Сейчас основные задачи общества — искать единомышленников и распространять среди простолюдинов мысль о том, что с существующим порядком можно и нужно бороться. Вы можете это сделать. Нужно верить в это. И выполнять то, что велит Софья. Мы просто в каком-то охрененном... Вот это вот как в Обливион, The Elder Scrolls, Обливион. Там были гильдии воров или убийц. Это же прикольные сослов... Ну, это не сословия даже. Это тайные общества. Я, кстати, вспомнил, что такое тайная канцелярия. Это не оно. Это не тайная канцелярия. Я перепутал все. Тайная канцелярия — это как раз-таки те, кто борет... Ну, в общем, ладно, сейчас. Спасенных тобой студентов примерно столько же, сколько и старых членов безудельных. После того, что они пережили в университете, они уверены в несправедливости существующего порядка. Их обуревает жажда деятельности. Аня, как и тебя. С каждым новоприбывшим Софья говорит с глазу на глаз. Тебя она зовет через несколько дней. Но мы с ней знакомы. Она знает, на что я способен и что пойду почти на все, чтобы... Единственное, мне не нравится то, что Софья бескомпромиссно может выкинуть как меня, так и любого из этого общества, кто с ней не согласен. А моя задача — сместить ее и стать лидером. Софья сидит за столом. Перед ней кипа листов. Лицо ее выглядит уставшим, но, увидев тебя, она улыбается. Здравствуй. Я намеренно позвал о тебя последним. Безудельных все больше, но далеко не все из них сообразительны. А у нас есть задача, над которой придется подумать. Нам необходимо рассказать простым людям правду о том, что произошло у университета. Как не имеет значения. Рассказать, но как не имеет значения? Мы не забудем и не простим дворянам то, что они сделали. Нам нужно рассказать людям о себе. И нам нужны новые соратники. Подумай, как достичь и того, и другого. Через неделю расскажешь на нашем собрании, что ты придумал. Удачи! Мне только что дали задачку. Софья замолкает и смотрит на тебя. А ты киваешь. Хочется сказать еще что-то, но плана у тебя пока нет. А к светской болтовне она явно не расположена. И ты выходишь. И что ж теперь делать? Как рассказать о безудельных так, чтобы вас всех не арестовали? Лучше, конечно, заниматься этим вдали от стражи, на окраинах, в кабаках, да для простолюдинов и на рынках. Нам нужны соратники, нам нужна вербовка. Весь вечер ты бродишь по городским улицам в раздумьях. В итоге у тебя рождаются три идеи. Самым безопасным было бы напечатать листовки и распространить их по Этерне. Хм. Несколько хлестких фраз на листовке, которых легко передать из рук в руки. Но для этого нужен печатный станок. Найдется ли хоть одна типография, готовая вас поддержать? Мы теперь с другой стороны. Все эти дела по типографии, по листовкам, по хаосу на улицах были у меня в руках, когда я был судьей на пути дворянства. И я разбирал это, это делали они. Все это время. А теперь я среди них. Или же отправиться и рассказать о случившемся лично всем, кто захочет слушать. Это надежнее, люди скорее поверят живому свидетелю, чем печатному слову. Но и опаснее, такого оратора легче арестовать, а у вас пока не так много людей. Есть и третий план. Волна недовольства. По всей видимости, открыто все, понятно. Волна недовольства после случившегося университета захлестнула город. Где-то там, на бурлящих улицах, есть люди, которые уже готовы присоединиться к вам. Может быть, сейчас важнее не тратить силы, рассказывая о вашем деле всем и каждому, а собрать новых безудельных. То есть проще пойти обличать дворян. Напечатать листовки. Манипуляция должна была быть 10 или у меня 13 манипуляций. Возможно, прокачиваться будет именно манипуляция в дальнейшем. Обличать дворян. Запас сил. Тридцатка. Пора бы уже, наверное, тратить. Вербовать. Ты отправляешься по кабакам и трактирам искать сторонников среди молодежи и студентов. Это самый простой способ, который не требовал от меня ничего. У меня есть навыки. Я не зря их прокачивал. Это вербовать самый простой способ. Скорее всего, мы здесь ничего не теряем. Мы просто быстро вербуем новых безудельных и на этом все. Но нам нужна массовость. Нам нужно... Нет. Молва должна знать о нас. Обличать дворян. Ты создаешь группы, которые будут рассказывать правду о случившемся на городских площадях. Очень сильно похоже на тайные планы, на заговорщика, на того, кем мы являемся. Напечатать листовки — это путь дипломатии. Это путь красноречия. Типа выбрать правильные слова для листовок, чтобы вот как-то оно все... Нет-нет-нет. Нам нужны другие... Нам... Нет. Обличать дворян. Ты создаешь группы. Это более такое... Оно изысканное, понимаешь? Тебе нужно с кем-то затереть, обкашлять вопросика. Он должен туда дальше пойти, и все, потихонечку наша сеть начнет расползаться. Напечатать листовки? Ну, типа, их быстро снимут, я не знаю. Пока я печатаю, со станком дела иметь, с чуваком, который станок придает... Нет. Тем более запаса сил 30, а это максимум. И есть ощущение, что нужно тратить, чтобы потом было что-то куда добавлять. Обличим. Ну, я не знаю. Есть ощущение, что здесь мы не могли поступить неправильно. Так или иначе, мы находим сторонников, да? Ты собираешь студентов, которых вытащил несколько дней назад. Спрашиваешь, готовы ли они рассказывать людям, что на самом деле произошло. Разумеется, они готовы, все должны знать о той несправедливости, что сотворили дворяне. О словах, что сказал великий герцог Монрок. Люди должны услышать все из первых уст от тех, кто был там, на площади университета. Вы облаговариваете детали. Сейчас главнее подготовить почву, убедить людей в том, что произошедшее не должно повторяться. Не стоит говорить, что вы безудельные. Это может вызвать ненужные вопросы и сомнения. Вы будете действовать постепенно. Да, мы просто сообщество, да? То есть мы просто ходим, разговариваем с ребятами, типа мы просто сеем смуту. Мы кидаем семечко в плодородную почву. Оно должно будет зайти, но слегка позже. Нужно набраться терпения и обрасти силой. Нас всего там 16 человек. Первый шаг простолюдины, живущие в Этерне. Должны понять, как к ним относятся дворяне и аркны. Узнать, что случилось у университета и в нем. Тогда в будущем будет проще вербовать новых безудельных. Вы будете рассказывать о себе, но как бы со стороны. Студентов спасли добровольцы, которые не смогли оставить все как есть. Не смогли бросить ни в чем неповинных людей. Да, то есть мы как будто бы за ширмой работаем. Это даже интересней. Рассказывать будете там, где больше всего простолюдинов. На окраинах и в торговых рядах. Главное, наставляешь ты своих соратников не попасться жандармам. Если есть опасность быть пойманным, лучше бежать. Ребята слушают серьезно, кивают. Один забавно хмурится. Кажется, ему хотелось бы записать твои слова в шпаргалку. Вопросов ни у кого нет. Запишите, запишите, запишите каждый из вас. Пишите, пока говорю. Вы расходитесь по Этернии рано утром. Ты посмотри, какие это нарисованные, мне нравятся вот это, ну, капюшончики. Это все мое. Это что-то связанное с Кредо Ассасина. Разделяетесь на группы по три человека. План прост. Двое находят место на рынке, где их могут слышать другие посетители и прохожие. И заводят громкий разговор о случившемся у университета. Как бы между собой они разговаривают. Но чтоб все слышали. Когда вокруг собираются любопытствующие, один из них поднимается на возвышение. Он громко рассказывает, чему стал свидетелем у университета. Третий человек остается поодаль и следит за, не приближается ли жандарм. На шухере стоит. Вечером вы собираетесь в штабе и рассказываете, как у кого прошел день. Трое убегали от жандармов, остальным повезло. Одного даже напоили в кабаке, и он вернулся к вам только с помощью товарища. Вы договариваетесь продолжить работу и на следующий день. Трех дней оказывается достаточно. Простолюдины по всей Этернии судачат. На этот раз дворяне переступили все границы. Так больше нельзя, нужно что-то делать. И Софья сдержанно тебя хвалит. Ну? Но нужно понимать. Нам ее нужно сместить. Моя задача — это проникнуть в это общество, что уже произошло. Постепенно засеять, набрать силы. Сообщество должно быть крепко. Но потом нужно будет еще... Ой, я этой палкой просто такую... Тайные планы. Красноречие. Запас сил. Упал, но ничего страшного. Мы были готовы к этому. Красноречие сюда. Тайные планы еще ближе. 16. Мне бы, конечно, двадцаточку на тайные планы, и можно было бы вообще забыть о том, что я какой-то незаговорочный парень. Главарь. Преступный гений. Преступный гений звучит прямо как... Прямо как курощуп, но вот не хватает мне, да? Красноязычный парень. Но я особо и не русь, на самом деле, к каким-то речам, чтобы стоять на камне и всех вести за собой. Я все-таки делом доказываю. Да? Свои какие-то... Запас сил. Готов ко всему 25. Пора тратить. Мне нужно... Мне нужны события, где я могу потратить это. Очень опасно носить с собой 30 запасов сил, потому что мне могут давать, давать и давать, но давать будет некуда. То есть это уже сверх нормы. Надо тратить. Молодец, Бранте. Я и не ожидал от тебя меньшего. Рада, что ты с нами. Холодно, да? Рада, что ты с нами. Холодно. Очень... Ничем не отличается от службы в какой-нибудь армии, да? Типа работа на нее. Да, мой генераль. Юмность-то тю-тю. Юмность-то тю-тю. Как быстро бежит время. Суд над пятью десятками. А, я помню это. И я был там в тот момент, когда это все проходило. Если я не ошибаюсь, я был помощником судьи. Вот и прошел еще один год твоей жизни в столице. Этерна взбудоражена громким процессом. Начался так называемый суд над пятью десятками. Сразу 50 человек обвинены в общем преступлении, измена и заговор против короны. Все обвиняемые – видные деятели политических кружков. Обвиняемые выступали за ограничение власти дворян и за права для простого сословия. Для нас, естественно. Никто из них не призывал к восстанию, но слов оказалось достаточно. Суд открытый, пускает всех желающих. Это сделано на показ, чтобы запугать людей и отбить у них всякое желание собираться в подобные кружки. Ты посещаешь одно из завиз заседаний суда. Все обвиняемые отправятся на каторжные работы в шахтах Магры и Иллирии. Предводители кружков шестеро мужчин и одна женщина приговорены к истинной смерти. Торжественная казнь проходит на главной площади Этерны. Ты запомнил имя женщины? Анни Сирин. Она взяла слово перед казнью. Молодая, а невысокая. Ее лицо можно было назвать неприглядным, глаза скрыты под длинной челкой. Даже сейчас она кажется спокойной. Не верится, что она сейчас навсегда уйдет из этого мира. Анни Сирин оглядывает собравшихся. Голос у нее не громкий, но ты стоишь близко и слышишь каждое слово. Анни говорит, что счастлива умереть в борьбе за права народа. Что ее дело не умрет. Только теперь подобные ей расползутся по подвалам и затаятся, чтобы действовать иначе. Их дело правое. Это наша, наша, наша. Она наша. Наша. И я буду смотреть, как умирает один из безудельных. Ничего не сделаю. Анни Сирин утаскивают к остальным, надевают на лицо мешок, а на шею петлю. Скрип рычага, резкий рывок. Все семеро конгульсивно дергают ножками, прежде чем безвольно повиснуть. В толпе ползут вздохи и недовольные восклосы. Власть улетает. Власть улетает. Борьба за власть все еще идет, но мы постепенно двигаемся к власти простого народа. Основная задача не допустить власти террора, потому что власть террора это анархия. Это город, объятый хаосом, огнем и просто резней. Так уже было, мы это знаем. Непорядок. Порядок, непорядок, недовольство. К порядку всех призвали, постепенно балансируем. Неплохо, торжество закона. Балансировать нормально, ближе к концу, на восстании, на части с восстанием. Начнется очень жесткий перипетий вот здесь. Начнут перекидываться очки. Ну, в общем, здесь в основном начнется борьба за власть и за веру, так скажем. Перед маршем. К безудельным с каждым днем приходит все больше людей. В комнате, где вы собираетесь с каждым разом все тяжелее дышать, ваши новые последовательно стекаются со всей Этерны. По большей части это простолюдины. Трудяги, ремесленники, студенты с горящими глазами. Они все чувствуют, что порядок, основанный на уделах, устарел. Слушай, а нельзя какой-то побольше штаб нам найти? Ну, как бы пора уже яйца где-то раскатать. Че мы как лохи? Че, нельзя никакой... Не надо с кем-то познакомиться, с каким-то влиятельным чуваком. И у него в какой-нибудь, знаешь, крутой, крутом особняке собираться. А он бы нас прикрывал. На общих собраниях и один на один безудельные ведут бесконечные разговоры. Как можно изменить общество, не беря в руки оружие? Как можно защитить тех, кто страдает от произвола дворян? Ты пишешь для дружественной газеты «Рассвет над империей» несколько статей, в которых излагаешь свободолюбивые идеи. Каждую статью ты относишь в первую очередь Софье. На проверочку. Мне нравятся твои статьи. Они обжигают. У них есть искренний пыл, непримиримость и дерзость. А главное, с каждой новой работой я все отчетливо вижу в них призывы к действию. Я знаю, что наше дело правое, но твои слова распаля... 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 Распаляют сердца. А значит, дарят надежду, что мы сможем что-то изменить. Не знаю, что бы я делала без тебя. Спасибо, Вранте. Пожалуйста. Но ты знаешь, каков мой план. Ты догадываешься, что я дышу тебе в затылок. Очередное собрание. Софья призвала всех к молчанию. Друзья мои. Настало время для решительных действий. Я никак не могу подобрать к ней голос. Это очень сложно. Мы сильны и едины. Нас уже много, наше дело правое. Одобрительные возгласи, к которому ты присоединяешься. Софья улыбается вам, но ее взгляд остается строгим и внимательным. Через месяц на площади Святого Игнатия будет проведен обряд очищения огнем над магами, которые не раскаялись и не пожелали надеть ошейники. Это будет наказательная, показательная казнь. Церковь тщательно к ней готовится. Поймали несколько магов. Я помню это дело. И мы тоже были свидетелями. Нескольких магов поймали. Они отказались и теперь их казнят. Но маги, как и все мы, не выбирали, как им жить. Они заклемлены с рождения. Вы думаете, нет ничего хуже нашего удела страдать? Надев ошейник, инквизиция лишает магов всего. Семьи, сословия, свободы и воли. Человек становится оружием в руках инквизиции. Маги лишены сословия, а значит и места в этом мире. Маги истинные и безудельные. Нет плена худшего, чем ошейник для мага. Поэтому мы должны добиться их освобождения. С них начнется освобождение всей империи. Нам нужны маги. Я хочу. Я хочу магическое сообщество. Опасно, кошмар. Там просто... Там люди, которые готовы рвать и метать. У них еще и сила есть, с которой я вообще не могу совладать. Что я сделаю в случае, когда на сторону Софьи 5-6 магов выйдет? Ты че, я с ней? Одобрительные возгласы меняются на смущенный ропот. Никто из присутствующих не готов в открытую идти против инквизиции. Я готов. Пошлите меня. Пламя от горящих свечей золотыми отблесками сверкает в глазах Софьи. Она поднимает руку, собравшуюся замолкать. Типа... Млевнем не темне. Мы не станем воевать с инквизицией, говорит Софочка. Но мы устроим марш ошейников в поддержку магов. Марш ошейников? Это типа мы выйдем как бунтари, нацепим на себя просто какой-то этот, да, наверное, фальш ошейник. И как будто... Но мы... Так мы заявим о себе. И так мы привлечем на свою сторону патриарха Юния Диаманта. И ты забыл сказать, что так мы раскроем себя, да? Он сказал, что маги имеют те же права, что и любой житель империи. Он сказал, но этот закон еще не вошел в силу, ты понимаешь? Еще не судят всех по одному единому закону. Это еще не привело... Это... Рановато. У нее нету чувства меры, понимаешь? Она просто... Она просто прет как танк. Он призвал дать магам возможность самим искать путь близнецам. И мы покажем патриарху, что услышали его, и что готовы открыто поддержать его призыв. Я маг. Он снял ошейник с меня и позволил мне искать свой путь. Я собираюсь дать эту возможность всем магам. Маги не выбирали родиться с этим даром. Но маги вправе выбрать отказ от своей силы и добровольно следовать учению близнецов. Наше дело правое. Софья дает всем собравшимся высказаться. Одни полностью поддерживают идею Маши, другие сомневаются и колеблятся. Третьи сами, самые немногочисленные, наотрез отказываются открыто поддерживать магов. Магия зло. Маги опасны. Поддерживать магов. Маги против близнецов. Магия зло не знаю, но вот то, что маги опасны, да, неконтролируемая, жесткая, бескомпромиссная сила, с которой обычный, будь то дворянин аркан или простолюдин, не сможет справиться. Вот сколько бы ни было денег у пацана, каким бы чином он ни был, да, он ничего не сделает против того, что вот она вытворяет. Глазами там заставляет людей идти за собой. Она просто делает, что хочет. Ну, маги в любой игре, знаешь, они какие-то имбовые. Магия, я не знаю, в Обливион маги имба. Например. Софья зависает над ними, в ее глазах пляшут нехорошень, нехорошие огоньки. Я маг! Но вы, тем не менее, пошли за мной. Вы выбрали доверять мне, и сейчас у вас нет времени для сомнений. Ты скажи, скажи по-честному, у вас нет выбора. Тем, кто не готов следовать дальше, лучше прямо сейчас покинуть общество, и она прикончит вас незамедлительно, потому что вы здесь уже были. Она прикончит вас. Несколько человек покидают зал. Кто смущен, а кто мрачно. Напутствующий крик Софьи к уходящим эхам прокатывается по подвалу. Кажется, они мертвы будут через три, два... Вы ничего никому не скажете! Оставшиеся притихли. Впервые глава безудельных позволила себе повысить голос на членов общества. Бессильно опустившись в кресло, Софья просит удалиться всех. Кроме тебя и еще троих. Их лица тебе знакомы, это те безудельные, которых она выбрала для особых поручений. Выслушайте ее наставление. Особых поручений? Суть марша, говорит Софочка, обратить на себя внимание, получить огласку и заручиться покровительством патриарха Юния Диаманта. Важно, чтобы патриарх услышал о нас и поддержал наше движение. Без его помощи и влияния вся эта борьба обречена на провал. Марш будет. Потому что, будучи судьей, я этот марш видел. Я там находился. Я в нем участвовал. Софья раздает указания. Молодой парень отправлен на поиски ошейников. Бойкая девица будет руководить росписью знамен. Худой легионер составляет наиболее короткий маршрут и ищет удачное место, откуда безудельные начнут свой марш. Дав задание, Софья отпускает их. Вы остаетесь вдвоем. В тишине опустевшего подвала, что служит вам залом собраний, ты замечаешь, какой маленькой и уставшей выглядит Софья. Серые круги под глазами, кожа как бесцветный пергамент. Она очень много работает. Помолчав, Софья заводит разговор о легионе. Мне не хотелось пугать людей раньше времени. Но, думаю, ты понимаешь. Если площадь будет охранять не жандармы из префектуры, а военные легионеры, они не будут церемониться. Кто-то из марширующих может и погибнуть. Это ты о ком? О Томасе? Половина ночи уходит на то, чтобы продумать пути отхода, если марширующим придется бежать. К тому часу, когда план наконец готов, мы оба уже давно с трудом сдерживаем зевоту. Но Софье хочется обсудить еще один вопрос. За последние недели к нам пришло много людей, но все же безудельных слишком мало. Нужно решить, что еще мы... Кого еще мы привлечем для выступления? Люди... Люди должны увидеть. Мы просто... Мы не просто сброд. У Софьи есть две идеи. Кого позвать на марш, но у вас не хватает времени, чтобы пригласить и тех, и других. Очевидными союзниками выглядят простолюдины, разделяющие учения патриарха Фомы. Ну, теперь уже и Луки, получается. В Этерне достаточно тех, кто пострадал от действий Инквизиции в первые годы появления новой веры, когда отрицание уделов казалось очевидной ересью и жестоко каралось. А кого мы хотим пригласить? Мы же уже всех собрали. Другой план — бросить силы на поиски союзников среди священников и дворян. Хм. Среди них также немало тех, чьи родные и близкие были арестованы Инквизиции. Ты имеешь в виду освободить кого-то или что? Пошли меня! Я снова могу придумать что-то. Дай задание. Дай работу. И она ее дает. Софья поднимает лицо от бумаг. Круги под глазами стали еще темнее. Она реагирует медленно необычно. Вся уверенность, которая она осветилась перед безудельными, кажется сейчас напускной. Она закуривает трубку и откидывается в кресле, прикрыв глаза. Кажется, силы окончательно оставили ее. Решение придется принимать тебе на месте. Опираться на простое сословие. Вы зовете на марш возмущенных людей из низкого сословия. Опираться на дворяна-священников. Вы приглашаете на марш дворян и священников, пострадавших от Инквизиции. Поддержать Софью просто. Ты откладываешь дела, чтобы помочь обессиленной Софье. Заниматься ее здоровьем? Сама пусть? В смысле? Я у меня есть дела. Сейчас давай Софьей займемся. Нет, мое дело правое, как говорится. Опираться на простое сословие. Вы зовете на марш возмущенных людей из низкого сословия. Что это даст? Я просто человек, который зовет таких же простых чуваков. Опираться на дворяна-священников, которые пострадали от Инквизиции. Эти люди, так или иначе, слушай, ну священники, это леваки, это левак жесткий. Слишком много чуваков, у которых типа дворянские уделы. То есть мы сейчас вообще станем не просто сбродом. У нас начнется такое разношерстное сообщество. Священники, которые так не смогли ими стать до конца, да, вдруг разуверовались. Простолюдины и простое сословие, так или иначе, они хотя бы понимают, кто они и для чего рождены. А дворяне и священники должны будут, ну в буквальном смысле, переделываться, переиначиваться. Дворяне и священники. Это путь, наверное, больше, не знаю, дипломатии, что ли. Простое сословие, так или иначе. Мне кажется, здесь вообще ничего не качается. Я простак пойду к простакам. Поддержать Софью в ее здоровье, боже. Глицинчик рассоси, я не знаю, рибоксин выпей, пару таблеток парацетамола и сладкий чай. Заткнись, у нас много дел. Опираться на простое сословие. Какие, какие, какое... Посидев еще какое-то время, вы составляете список людей, которые не входят в общество безудельных, но могут поддержать ваше выступление. Главные требования — решительный настрой и надежность. Некоторые фамилии Софьи Отмичи отметает. Я не доверяю этому Морену. Он приятельствуется многими безудельными, но я ни разу не слышал, чтобы сам хоть раз поддержал нас в споре. И Виссера тоже вычеркни. Он был в тот день на площади перед университетом, но отвернулся, как будто не узнал нас. Вот, видишь? То есть это все еще те... Ну вот тут очень тонкая грань, кого мы приглашаем. Недоделанные дворяне и беспонтовые священники не нужны в сообществе. Но тем не менее нужны люди, которые как бы разуверовались, что ли. Где-то там, я не знаю, на них озарение... Это нужны люди, которые полностью уверены в том, что все кончено. Каждое приглашение тщательно формулируется. Каждому вы находите свой подход. Многие семьи лишились родных. На кого-то надели ошейник и увезли в Дом Смирения. Кто-то был казнен по обвинению в ересе. Кто-то понес наказание за высказывания, оскорбительные для церкви и близнецов. С каждой фамилией, именем и историей ты все больше узашаешься делам Инквизиции и понимаешь, Софья права. Ваше дело право. Ваше дело право. Вы заканчиваете глубокой ночью, Софья прощается с тобой, целуя тебя в лоб, улыбаясь из последних сил. Иди выспись, Бранте. Ближайшие недели у нас не будет на это времени. Сама иди выспись, ты посмотри на меня, я бодр и свеж. Господи. Манипуляция! Хитроумный засранец! Это про меня. Ты смотришь, как она удаляется в ночном мраке Этерна. И удивляешься, сколько сил в этой женщине. А ведь совсем недавно она была обычной девчонкой из соседнего двора. Не, она всегда была такой. Это уже тогда в ней зилась, понимаешь? Магия. Магия развращает ее мозг и ее порывы. Хитроумный парень. Мне дали это за то, что я, получается, пошел к простому сословию. Это ведь последствия того решения и никакого другого. Ну что ж. Софье отношения, по всей видимости, лучше некуда. Там уж и совать их некуда. Торжество в честь наследника. Чего? Столица готовится к большому торжеству. Празднуется совершеннолетие Джерриана Темпеста. А, сынка. Наследника трона. Но Джерриан не часто будет здесь звучать, потому что Корнелий, да? На ветру трепещут ленты и флаги. Мостовые вычищенные ароматы цветов наполняют воздух. Ты тоже находишь время присоединиться к торжеству. Когда еще доведется своими глазами увидеть правящую семью империи? В день праздника Этерна бурлит. По главным улицам столицы двинулся торжественный парад. Во главе его шагают колонны студентов университета и курсантов военной академии. За ними следуют прочие жители столицы. Ты держишься в хвосте процессии. Вы доходите до площади у императорского дворца. По всей видимости, в этой толпе есть и мой дружбан Томас. С балкона нашествие взирает имперская семья Темпестов. Рядом стоят высшие сановники, империи и наместники провинции. Высоко вверху ты впервые своими глазами видишь самого императора Утера Второго. Колонны университета и военной академии останавливаются перед балконом и выкрикивают свои девизы для императора. Император благосклонно поднимает руку, приветствуя собравшихся. Его голос эхом разносится по всей площади. Ты слышишь его даже издалека. Я принимаю вашу благодарность, мои верные подданные. Смело несите свои знания и доблесть на службу империи. Каждый достойный получит моей милостью дворянство мантии. Каждый. Да-да. Слова императора вызывают ликование у колонн будущих дворян. Однако оно сменяется недовольным гулом, когда на балкон выходит герцог Монрок. Тот самый, кто перекрыл университет. Все собравшиеся слишком хорошо помнят неудачную попытку правителя Монии силы закрыть университет. Но Монрок негласный предводитель всей старой аркнийской аристократии. С этим приходится считаться даже император. Он аркн. Простолюдины. Славьте своего императора. Будьте вечно благодарны и покорны ему за те блага, которых вы недостойны порождению. Но тут все вокруг затихает. Вперед выходит статный юный аркан со смущенной улыбкой на тонком лице. По толпе летит шепот. Это и есть наследник принца Джерриан. Воспитанник Корнелия, надежда простого сословия. По левую руку от Джерриана его младший брат Флавий. Второй принц еще совсем мал и недоуменно вы разглядывает процессию внизу. Джерриан Темпест. Да будут милостивы к вам близнецы, мои будущие подданные. Обещаю отплатить вам верную службу империи и позаботиться о вашем благополучии. Как часто мы с тобой встречаемся, родной? Колонны отвечают наследнику восторженным ревом. Ура, принцу Джерриан! А рядом с наследником вырастает еще одна фигура. Щегольский одетый аркан в мантии рода Темпестов. Он воздевает руки вверх, собираясь произнести речь, и это Гай Темпест, тот самый. Долгие годы принцу Джерриану. Долгие. Вы студенты университета. Курсанты военной академии. Словом и делом доказываете, что империя может на вас положиться. Сегодня большое торжество, и в честь принца Джерриана вы должны попросить у императора навеки закрепить законом право простых людей заслуживать дворянство мантии. Просите же! Он имеет в виду, что мы должны припасть к ногам. Точнее, когда я был, что называется, дворянином, будучи еще простолюдином, то есть я хотел бы стать дворянином, и он говорит, вот вы можете попросить у императора, чтобы это все дело как бы закрепилось навеки, чтобы люди могли менять свой удел. Колонны замерли. Студенты и курсанты переглядываются, не зная, следовать ли словам брата императора. Высоко вверху принц Джерриан тоже замер, прислушиваясь к вашему оклику. На балкон быстрыми шагами вновь выходит герцог Монрок, тот самый. Несколько мгновений он оглядывает площадь. Подданные империи! Брат императора Ли хотел сказать, что вы всегда должны помнить, что обязаны роду Темпеста своим положением. Император принимает вашу благодарность и отпускает вас со своим благословением, идите же! На площади повисает смятение и ропот. Некоторые из будущих дворян отказываются повиноваться герцогу Монроку, но тут, то тут, то там раздаются выкрики. Закон! Мы просим закон! Закон! Офицеры Академии и преподаватели университета призывают к порядку и пытаются продолжить шествие. Однако площадь начинает закипать гневом и неповиновением. Со стороны дворца на площадь выдвигается конный полк императорской гвардии. Всадники с клинками наготове медленно движутся к толпе, выдавливая ее с площади. Под натиском разбегающихся во все стороны простолюдин приходится отступать и тебе. Волнение на площади быстро стихает. Гвардия поворачивает коней обратно. На балкон дворца вновь выходит император Утар-второй. Рядом с ним втает герцог Монрок. Снова, узрев своего правителя, собравшиеся на площади немедленно смолкают. Короче, они стоят и смотрят, как несколько чуваков, да? Причинах, а меряются писюнами. Отданы! Многие из вас потеряли голову от радости за принца Джерриан. А вы, на увы, достаточно выразили свое почтение и благодарно. Следуйте же своей и моей воле. Продолжайте шествие и славьте род Темпестов. Славьте наш род, уже давшим вам столько благ. Спасибо. Вся площадь вновь покорно выстраивается по колоннам. Вспышка неповиновения прошла и праздничное шествие по улицам столицы возобновляется. Слава императору Утеру! Слава принца Джерриану! Всем очень нравится, что эти ребята за возможность поменять свой удел при помощи такие учения, учения, еще раз учения. Власть все больше уходит у нас на нет, да? Власть древних родов. Власть древних родов — это власть уделов. Власть аркнов над людьми, дворянами над простолюдинами и простолюдинами над никем. Это власть древних родов. Боже мой. Ладно. Письма из дома. Мне кто-то пишет, да? А че хотят от меня? Вы же отказались от меня. Порой тебе приходят письма от семьи. Отец пишет очень сдержанно в основном о делах и событиях в Магре. О семье рассказывает редко. Горжусь, что смог научить Стефана ввести семейные дела. Твой старший брат изысканно ведет себя на светских раутах и приемах, которые мы устраиваем. У него уже появились важные знакомства. Спасибо, отец. Я рад за него. У Глории насчет старшего брата совсем другое мнение. Она пишет, что Стефан все больше превращается в подобие деда. Стефан очень похож на дедушку. Манерами, осанкой, голосом он даже одевается так же. Раньше он был со мной просто холоден. Старался меньше со мной разговаривать. А теперь я не знаю, куда деться от него постоянных придирок и укоров. Он все время помыкает мной, обращается со мной как со служанкой. Натан окончил школу с огромным трудом. Об этом ты узнаешь из писем, которые присылает матушка. Печально признавать, что у Натана нет ни одной из твоих талантов. Недавно он заявил, что не будет даже пытаться попасть на учебу в столицу, так как все равно не сможет сдать экзамены. Одно мне утешение. Вечера, что мы проводили с Натаном вместе за священными писаниями и прогулки к храму у Белого Древа, в которых он всегда сопровождает меня. У него просто другой путь, вот и все. О матушке и ее здоровье одно и то же сообщает и младший брат и сестра. Мать еще чаще запирается в своих покоях и грустит. Глория старается не выпускать ее из дома в одиночестве, а Натан пишет, что чаще слышит по ночам ее шаги по коридору. Она больна и может умереть. Еще Натан рассказывает тебе о частых ссорах между Стефаном и Глорией. Стефан все время старается задеть Глорию, а она отвечает ему тем же. Стефан обзывает ее жалкой простолюдинкой и велит замолчать. Новые письма с печатью родной провинции всегда вызывают трепет. Хотя семья и далеко, ваши судьбы остаются прочно связаны. Они отказались от меня. Они сказали, что я... Стефан, еще ниже. Я с ним... Он мне даже не написал. А за что? Ты-то куда? Минус один. Че я тебе сделал? Сестричка, ты ничего не перепутала? Вы че все... Какие минуса? За что? Просто так? Марш ошейников. То, к чему мы готовили все это время. Наш план пообъ... Мы вербовали людей. Сейчас мы идем на марш, но... Уже в следующей серии, господа. Спасибо, что были со мной. Рад, что нравится. Это просто навье пахнет, как новый ремень для трусов. Спасибо, что были со мной, господа. Жизнь и страдания господина Бранта. Марш ошейников. Следующей серии.